Отвергнуть старое и подарить новое. Мода не всегда придерживается подобной концепции. Иногда ее вдохновляет тема ретро. Ностальгия по 80-м и 90-м, охватившая модников всего мира, стала центральной идеей промо-ролика предстоящего лонг-фэшн-уикенда. Локация – старый таксопарк, модели в худи, тренировочных штанах и безразмерных куртках. Конечно же, они рисуют граффити и ездят на разбитой машине. Я сейчас веду переговоры с Москвой, с двумя очень классными, крутыми дизайнерами. И один из них как раз делает ту самую люмпин-моду. В стилистике Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия. То есть будет спорт, будет такой не спорт, а хайперы, как сейчас это называется. Погуглите, кто не знает. И как раз-таки они нам покажут ту самую моду, тот самый тренд. Чувствую, прежде всего, комфортно. Нет этих кабуков, ничего, не нужно из себя строить, то есть, естественно. У нас, когда красили, обычно это занимает около часа времени. Там пока нам тонну сделают, потом ресницы, глаза яркие, губы. А тут красят, красят и говорят, все. Я смотрю в его зеркало, такая, как все. Где ресницы, да, где все. Чаще всего стрит-съемки в России – это контраст идеального рафинированного лука с разбитым и углюмым фоном. Здесь же дворовый аутфит показан на фоне прекрасных и вечных полотен Боттичелли и Микеланджело, красили которые команда «Личное время». Вообще, в принципе, хип-хоп напоминает о старой школе. Всегда. То есть хотелось бы что-то взять старое, напомнить об этом миру, по-новому, добавить каких-то красок, немножко, чтобы оно заиграло. Аутентичный гараж, кстати, герой не только промо-ролика. Это место станет и площадкой для показа ЛФВ 1 апреля. Репортажи с будущих кастингов, показов и интервью с дизайнерами самыми первыми увидят подписчики канала «Бьюти Тайм» в Ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубу!